добрый вечер друзья мы с вами отправляемся на небольшие такие каникулы то есть сегодня среда вечер и завтра у нас thanksgiving это праздник и в пятницу тоже послезавтра значит мы не работаем поэтому так сразу получается 4 выходных дня до четверг пятница суббота воскресенье у нас даже сегодня такой как бы день покороче хотя вечером будет один класс вот так в целом мы так пораньше все разошлись и я хотел рассказать некоторую новость поведать поделиться у нас некоторая эпопея продолжается уже месяца наверное три если не больше может быть четыре с нашими ну кого вот мы жилье жилье у кого мы снимаем офис там получается так что есть владельцы этого всего а есть менеджмент компания у этого всего и и владельцы и менеджмент компании определенным образом влияют как бы на на то что происходит но пять лет нашего лиза долгосрочной аренды значит истекли на самом деле стекли они первого ноября мы должны были бы уже иметь новый контракт но мы как бы вступили в дискуссию с этими людьми по поводу цены поскольку как-то так нам не понравилось то что они нам предложили нам не понравилось то что они в нарушении всех наших там контракт которые у нас есть у нас есть лизы гримент и там прописано как это делается они как бы в нарушении вообще всего что написано как-то очень странно себя вели и мы пытались так ними побороться нет не могу сказать что это не было успешным но могло быть и лучше конечно тем не менее мы должны если мы хотим на следующие пять лет продлить наше пребывание там мы должны договориться по рыночной цене fair market value и вот это fair market value там была дискуссия что ж такое у нас там за market value такой и получается что нам резко так приподняли то есть мы с там 7000 которые платили раньше в месяц просто за помещение мы отдельно платим за паркинг там большой мы отдельно платим за уборщицу которую нас полтайм для нас нанимают поскольку мы создаем много там базар в туалетах там так далее это отдельная история но вот просто за помещение самом и значит раньше платили там 7000 а теперь будет начинается с 12 а там дальше потихонечку растет то есть каждый год из этих пяти там пару процентов накидывают автоматически и и раньше так было короче получается что это 60000 год и увеличение значит в арендной плате и мы такого не выдерживаем финансово то есть она она неминуемо должно перекинуться как бы на стоимость обучения и это есть это не единственная статья так сказать расходов существенных которая с 1 января нас будет доставать в дополнение к тому что было раньше поэтому мы в общем-то держали цену с 94 года и ну просто отвечали на вызовы времени тем что мы там скажем больше народов класс сажали но мы не можем больше идти этим путем поэтому мы сажать больше народов класс не будем а просто будем потихонечку увеличивать цену ну как все делают то есть я я не хочу сказать что мы в этом плане уникальным и в этом плане уникальность нет и тем что мы не повышаем доктора будем каждый год немножко там повышать мы будем просто как все поэтому значит новость такая начиная с 1 января те платежи которые будут поступать с 1 января они будут поступать по новой цене тот курс который обычно у нас ребята берут это касается только на тексту на кэмпусе те которые в онлайне остаются как были там без всяких осложнений вот но те которые на кэмпусе программа которые все знают она состоит из четырех модулей как бы цена складывается из из цен четырех одинаковых по цене модуль то есть раньше это было четыре раза по 1000 а теперь это будет соответственно там четыре раза по 1050 вот поэтому соответственно тобой 4200 если смотреть на программу full time когда здесь люди берут на всю катушку весь этот курс у нас нет просто другого выбора я не любитель повышать цены но но просто такая вот история мы всегда раньше когда цена росла она росла вместе с тем что добавлялся курс какой-то скажем когда мы перешли с 2000 на 3 мы стали учитель на 50 процентов больше по времени то есть добавился к двум курсам добавился третий и просто стал цена трех курсов потом стал цена четырех курсов а сейчас получается что мы без без увеличения времени должны это сделать и другое дело что у нас там есть 25 часов на проект за который мы не брали денег но мы учили то есть как бы такой бонусный был он тоже остается ничего с ним не происходит значит те кто интересуется как бы тем чтобы там приехать учиться и так далее значит те кто прямо вот сейчас в процессе те кто уже заплатил за классы в ноябре и в январе там в марте даже на них не распространяется ничего у них остается старая цена а те кто хочет приехать в январе у нас там начинаются сразу три группы значит если они до первого января в декабре в ноябре в декабре сделают первый платеж то они тоже идут по старой схеме то есть они должны для этого не просто деньги перечислить они должны пройти интервью там получить добро там зарегистрироваться и так далее ну и когда доходит до платежа они могут сделать первый платеж там тысячу долларов из четырех и тогда за ними сохраняется старая цена то есть те платежи которые пойдут после нового года они будут уже не не 4 а 4 200 вот я как бы с одной стороны сожалею с другой стороны как бы не ну не по нашей воле это все происходит так так получается вот такая такая вот история значит если вопросы какие-то будут значит можно спросить там в комментариях я отвечу если что-то такое существенное я упустил в разговоре начнет тогда я тогда сделаю отдельное видео значит у нас есть ребята которые регистрировались как победитель лотереи давно мы сказали что вот победитель лотереи там им сохраняется старая там цена и так далее им абсолютно все сохраняется на них не распространяется никакие изменения значит те кто тогда зарегистрировался там до конца мая по-моему да у нас там были какие-то даты установлены те кто в это время зарегистрировался значит тем остается старая цена то есть 4 или 4 200 они все равно платят 3 так что вот у них такой бенефит счастливо